Добрый день, уважаемые трейдеры! Приветствую вас на очередной торговой сессии, уже предпоследней на этой неделе. Давайте все-таки сейчас вернемся на финансовые рынки, потому что сегодня у нас есть возможность проанализировать данные по ройничным продажам. Что касается завтрашней торговой сессии, еще раз напомню, день ВВП нас ждет и еще данные по индексу потребительских цен еврозоны. Сегодняшние ройничные продажи будем анализировать с точки зрения возможного влияния на сроки повышения процентной ставки. А вот что касается завтрашнего показателя по инфляции, то будем искать намеки на возможность более агрессивного выкупа активов со стороны Европейского Центрального Банка. Поэтому нужно, конечно же, чтобы хватило сил на эти заключительные рывки, я считаю, что волатильность будет по-прежнему весьма интересной. Но обо всем по порядку. Разумеется, в ходе брифинга снова анонсирую очередное кодовое слово. Оно позволит получить вам бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые уже действуют в рамках нашей компании. Еще раз напоминаю, что эти бонусы сейчас имеют большое значение. Я думаю, что вы с этим согласны, поскольку, опять же, по причине таких динамичных торгов, нужно предпринимать все возможности, чтобы увеличить покупательскую способность своих депозитов. Сегодня величина бонуса от 7% как раз приурочена к очень важному макроэкономическому событию – публикации данных по родничным продажам. Ну а теперь давайте переходить, собственно, к оценке перспектив наших традиционных активов. И не будем нарушать традицию, коснемся сначала рынка энергоресурсов, бренда, а потом плавно перейдем к российской валюте. Открыть, пожалуйста, дневки. Видим, что сейчас бренд у нас продолжает находиться ниже психологически важного уровня 50 долларов за баррель. Фактическая цена сейчас 49,85. Вчерашняя торговая сессия оказалась восстановительной, правда, мы не увидели стремительного роста, который мог бы на самом деле последовать, учитывая фундаментальный фон. В целом это указывает на то, что общая макроэкономическая картина, а также те новостные поводы и фоны, которые мы возвращаемся, объясняя перспективы черного золота, все равно создают куда больше оснований для коррекционного движения. И сейчас это долгосрочная идея номер один. А спорить с ней не нужно, потому что вряд ли можно будет найти аргументы в пользу стремительного укрепления позиций нефти марки как бренда, так и WTI. Если опять же вернуться к вчерашней торговой сессии, то здесь в качестве факторов поддержки для нефти можно отметить сообщения, точнее даже новые статистические данные, прогнозы от Международного энергетического агентства, которое считает, что спрос на энергоресурсы в этом году вырастет на 1,6 миллиона баррелей в сутки. То есть примерно по сравнению с прошлым прогнозом мы видим положительную динамику роста на 200 тысяч баррелей в сутки. Локально может быть действительно для тех, кто ищет хоть какой-то позитив для разворота такого понижательного тренда, это может быть фактором, аргументом для таких длинных инвестиционных решений. Но я все-таки больше рекомендую вам не позволять рынку вести себя в заблуждение, исходя из такого содержания информационного фона, и прекрасно понимать, что текущее переизбыточное предложение, сверхизбыточное, скажем так, на рынке энергоресурсов создало условия, при которых спросу будет практически невозможно найти с ним балансовое равновесие. И скорее всего такая ситуация будет наблюдаться еще долгое время, ну может быть даже до середины 2016 года. То есть до этого периода у нас есть еще год, и я думаю, что мало что может произойти на рынке финансовых активов, и прежде всего с точки зрения определения восстановления мировой экономики, чтобы мы отказались от своих долгосрочных идей, которые предполагают еще большую коррекцию цен на черный изволт. Другой фактор поддержки, помимо пересмотренных прогнозов от Международного энергетического агентства, стоит отметить еще вчерашнюю статистику по росту запасов нефти в США. Напомню, что во вторник были опубликованы данные по API, они показали, что запасность снизилась на примерно 0,8 миллиона баррелей. Что касается вчерашней официальной статистики, которая является, разумеется, более объективной, здесь также мы видим уже тенденцию продолжающегося оснижения, в частности, запасы снизились на 1,6 миллиона баррелей. Но в целом емкость в Кушинге, Калахоме, то есть это главный нефтяной терминал хранилища энергоресурсов США, по-прежнему находится на максимальных уровнях за последние, может быть, даже более чем 80 лет. Поэтому возвращаемся снова к нашей идее, связанной с отсутствием баланса между спросом и предложением. Также я советую вам не забывать про тот факт, что постоянно растут объемы производства и со стороны ОПЕК. Мы также возвращались к объему производства уже России, США, и в целом мы видим действительно ощутимый прирост, который будет оказывать еще большее давление в среднесрочной перспективе. Также не стоит забывать и про Китай. Наверное, сейчас Китай является главной фундаментальной темой рынка, потому что мы, по сути, последние две торговые сессии именно возвращаемся к Китаю, как к тому региону, генерирующему самый интересный информационный фонд. И, честно говоря, этот информационный фонд, конечно же, касающийся девальвации национальной валюты, его невозможно было предугадать. Поэтому, в принципе, нужно прекрасно понимать, что это событие, которое, в принципе, было непрогнозируемым. Это бомба настоящая, и эта бомба, к сожалению, стала причиной, вследствие которых мы несколько откатились от тех целей, которые мы ставили. Но это не значит, что Китай, в принципе, может стать причиной, вследствие которых мы сейчас откажемся от наших долгосрочных инвестиционных идей. Но о Китае мы еще поговорим чуть позже, когда вернемся к перспективам европейской валюты. Давайте все-таки завершим наш прогноз по нефти. Если у нас есть, опять же, общая фундаментальная составляющая, позволяющая нам делать на коррекцию, значит, давайте все-таки и продолжать делать ставку на продажи бренда. Сейчас, еще раз напомню, видим актуальные котировки ниже 50 долларов за баррель. Считаю то, что по-прежнему имеем неплохой потенциал, чтобы сходить еще ниже. Следующая цель 47-46 долларов за баррель. Что касается российской валюты, на текущий момент на премаркете котировки находятся в районе 64-28. Если посмотрим вчерашний день, то на рубль было оказано серьезное давление, и локальный максимум составил 65-25. Напомню то, что это минимальное значение против доллара российской валюты с февраля. То есть мы приближаемся опять к рыночным экстремумам, и пока, к сожалению, не можем объяснить возможный бычий интерес к позициям нефти. Разумеется, также будем констатировать факт отсутствия поддержки для российской валюты тоже. Наверное, с какой бы стороны в плане фундаментального фона мы бы сейчас не зашли, пытаясь объяснить будущие ценовые тенденции по рублю, мы не сможем найти те факторы, которые смогли бы оправдать локальную поддержку. Ну, разве что, если нефть сейчас найдет, где-то найдет основание для роста, снова вернется выше 50 долларов за баррель, может быть, даже будет претендовать на закрепление выше 55, тогда, разумеется, российская валюта сможет воспользоваться этим локальным позитивом и отбить не один рубль у основных конкурентов, то есть у европейской валюты и доллара. Но пока это только ожидание, это, скажем, нереальный сценарий, но все-таки, если есть хотя бы какой-то процент того, что он может быть реализован, значит, давайте все-таки его допускать и иметь в виду. Что касается негативных факторов, еще раз напомню, что против рубля сейчас активно играет спекулятивная атака, роста инфляционно-деволюционных ожиданий, нечто подобное мы видели в конце 2014 года, когда из-за стремительного вектора ослабления рубля, разумеется, все население России стало прекрасно понимать, что дальше может быть только хуже, и поэтому лучше избавиться от валюты, которая буквально обесценивается с каждым часом. Повышенный спрос на доллар привел к тому, что на курсы американской валюты вырос еще сильнее, соответственно, это создало через, опять же, логику конверсионных сделок еще большее давление на рубль. Инфляция поползла вверх и поставила крест вообще на темпах экономического роста российской экономики. Сейчас ситуация, на самом деле, практически точно такая же. Если нет уверенности, что рубль найдет поддержку и сможет отбиться от минимальных значений против доллара, значит, по крайней мере, есть предположение о том, что худшие времена еще не позади. Поэтому, если не вмешивается Центральный банк, мы отметили, что, быть может, точкой, средствами которых ЦБ начнет задействовать инструменты, имеющиеся в арсенале, является еще большее ослабление, может быть, даже гораздо, в 65-ти мы пока поставили локальный хайс 70 рублей за доллар. До этих пор я считаю то, что рублю, опять же, неоткуда ждать поддержки. Налоговый период еще не скоро, да и плюс ко всему приближается еще и очередной период исполнения долговых обязательств российского корпоративного сектора и государственного тоже перед иностранными кредиторами. Еще раз напомню, что по той причине, что это будет практически пик платежей, на его долю придется значительные объемы свыше 14 миллиардов, может, даже 15 миллиардов долларов. И, разумеется, это также будет выступать еще и локальным на август-сентябрь фактором еще большего давления на рубль. Поэтому вслед за нефтью давайте сделать ставку на еще большее ослабление рубля, тем более, что мы видели 65, то есть рубль уже был выше 65, и ЦБ по-прежнему оставался в стороне, наблюдая, скажем, за происходящим, но не вмешиваясь. Значит, 65 – это не тот уровень, когда можно будет ждать поддержки со стороны российских монетарных властей. Делаем ставку на движение в район 66-67. Теперь давайте плавно перейдем к евро-доллару. Откройте, пожалуйста, графики. Сейчас мы видим актуальная котировка 1,11, примерно 40. В целом вчерашняя торговая сессия оказалась очень, скажем, интересной для европейской валюты. Спрос был просто бешеный. Евро-доллар за сутки прибавил около 200 пунктов, потом пошла коррекция. И это уже, наверное, шестая или седьмая сессия подряд роста евровалюты, то есть главного валютного риска. Причиной здесь стоит отметить следующий фактор, чтобы вы прекрасно понимали. Главная причина – это, опять же, тот самый Китай, который принял решение, точнее, Народный банк Китая девальвировать национальную валюту. Во вторник мы знаем, что это решение привело к снижению юаня против доллара на 1,9%. То есть юань потерял за одну торговую сессию, точнее, снизился на самое серьезное, самое большое значение за последние 20 лет. После этого Народный банк Китая сообщил о том, что это была разовая коррекция. Сейчас рынку стоит успокоиться, потому что дальше ЦБ будет фокусироваться на показателях устойчивости и роста, скажем, определяющего влияние рыночных механизмов и факторов на процессах курсообразования. Рынок действительно более-менее успокоился, больше не стал паниковать. То давление, которое было оказано на риску инструмента, стало понемногу спадать. Основное давление пришлось на австралийский доллар и канадскую валюту, потому что именно эти валюты очень сильно зависят от стабильных цен на сырьевые активы. Но вчера, в принципе, ситуация повторилась, и ЦБ Китай практически нарушил свое обещание, потому что снова вышел на рынок и сообщил о девальвации курса национальной валюты. Это против американского доллара. То есть фактически отвязал национальную валюту от американского конкурента. И девальвация составила еще практически 1,5%. После этого стало и 8 неконтролируемой, вследствие чего Народному банку Китая пришлось даже проводить интервенции, а именно продавать валюту и, скажем, стараться остановить то давление, которое было оказано национальную валюту. Поэтому девальвация за последние два дня составила уже практически 4%, но все равно это еще не критические значения, вследствие которых нужно просто ставить крест на китайской экономике и, соответственно, провоцировать не меньшие риски для соседних стран, для основных партнеров, стратегических, тактических партнеров, но и для наших валютных активов, которые мы анализируем в первую очередь. Вернемся к вчерашней торговой сессии евро-доллар. Если Китай задействовал сверхагрессивные меры экономического стимулирования, разумеется, под ударом оказались те валюты, за которыми стоят экспортно-ориентированные экономики. Поэтому я уже сказал, что основной удар пришелся как раз на австралийский доллар и канадскую валюту. Также существенно пострадали и валюты развивающихся стран. Соответственно, почему не упала европейская валюта? Здесь в качестве причины стоит отметить ослабление американского доллара. И, разумеется, евро, который очень чувствительный к фундаментальному фону, сразу же воспользовался ослабостью американской валюты. С чем связано вчерашнее ослабление американской валюты? Во-первых, как я уже сказал, сверхагрессивные меры экономического стимулирования стали еще одним доказательством того, что китайская экономика катится просто на дно. И, к сожалению, пока без таких мер надеяться на то, что этот нисходящий коррекционный цикл, который продолжается уже, по сути, можно сказать, с 2010 года, его удастся остановить. Сейчас Поднебесная в плане экономических показателей, наверное, переживает самый худший период за последние 20 лет. И серьезные основания полагают, что если ситуация не изменится, уже буквально через 10-15 лет мы сможем увидеть показатели по темпам экономического роста даже ниже 2%. Поэтому сейчас Центральный банк, разумеется, задействует все возможные инструменты, чтобы попытаться реанимировать экономику. Но как раз опасение по поводу устойчивости китайской экономики стало причиной, вследствие которой трейдеры стали больше доверять и перекладывать свои активы в защитные убежища. То есть в защитные гавани и те валюты, которые обычно характеризуются стабильностью на фоне общей экономической неопределенности. И среди этих активов особое место, конечно же, отводится японской иене и швейцарскому франку. Также сюда можно прибавить еще и золото, которое на текущий момент уже торгуется в районе 1122 долларов за тройскую унцию. Но я думаю, что это как раз, наверное, предельные значения. И дальше мы увидим уровни, которые будут находиться ниже. Поскольку иена стала пользоваться активной поддержкой со стороны повышенного интереса трейдеров, разумеется, это оказало соответствующее давление на американскую валюту. И потом на рынке присутствует сейчас ожидание, что если Народный банк Китая не возьмет ситуацию под контроль, если девальвация валюты превысит, скажем, 7-8%, тогда экономические риски начнут очень быстро транслироваться на другие регионы. И касательно США здесь идея следующая, что если один из основных партнеров Китая, Соединенные Штаты Америки, начнут, скажем, сталкиваться с проблемами спада экономического в Китае, серьезно сталкиваться, разумеется, это может отложить решение по повышению какосрочных процентных ставок. Это решение, точнее, возможность подобного сценария сейчас присутствует на рынке, но я не считаю то, что нам нужно отказываться от наших прошлых инвестиционных идей и по легкому изменению настроения, ну хорошо, пусть не легкому, но все-таки изменению настроения, сразу менять наше позиционирование. Сейчас ситуация еще находится под контролем. Я не считаю то, что меры поддержки экономической системы, стабильности Китая будут выступать фактором дестабилизации общемирового экономического порядка. Если Народный банк Китая возьмет ситуацию под контроль, в этом я не сомневаюсь, значит, спустя какое-то время мы снова вернемся к нашим уже долгосрочным инвестиционным идеям, которые предполагают усиление позиций американской валюты. И все будет зависеть как раз от рыночного настроения. Трейдеры – это такая категория, скажем, инвесторов, которые подвержены как раз рыночным настроениям. И эти настроения могут претерпевать серьезные изменения даже в рамках одной торговой сессии. Если сейчас последует какой-то позитив, разумеется, трейдеры сразу же откажутся от прежних рисков и снова начнут активно выводить капиталы из защитных активов и перекладывать их в те инструменты, которые являются более, наверное, сейчас фундаментально обоснованными с точки зрения роста для НАСА и, наверное, для тех, кто внимательно отслеживает общую фундаментальную картину. Поэтому, несмотря на вчерашнее падение американца, напомню, что этот актив против японского конкурента свалился с уровня 125 и, наверное, даже 27 до уровня 124-21. Но сейчас уже снова набирает обороты. Видим то, что актуальные котировки примерно в районе 124-50, и доллар не хочет, скажем, отказываться от такого инвесторского и абсолютно оправданного для него желания закрепиться выше уровня 125. Тем более, сегодня у нас есть возможность увидеть данные по роничным продажам. Напомню, этот отчет будет опубликован в 15.30 по московскому времени. Прогнозы очень хорошие. И если со стороны статистики, американских статистов, сегодня для экономики будет оказана макроэкономическая поддержка, значит, сегодня доллар сможет через возможный рост роничных продаж получить хороший импульс для восходящего движения. Хорошие роничные продажи, еще раз напомню, мы будем сразу же транслировать на хорошие показатели по потребительской активности и на будущие хорошие темпы по экономическому росту. А значит, возвращаясь к нашей идее, по-прежнему все-таки нужно делать ставку на усиление позиций американца и продолжать ожидать, что долгожданное решение по росту краткосрочных процентных ставок впервые за последние 10 лет произойдет уже либо в сентябре, либо ближе к концу 2015 года. Поэтому резюмируем, доллар и японская иена ставим на движение этого тандема валютных активов в районе 126. Что касается европейской валюты, то вчерашний рост был связан исключительно со спекулятивной, а так и с изменением настроений, но ни в коем случае не общего фундаментального фона. Поэтому все-таки давайте руководствоваться объективной реальностью, несмотря на стремительный рост у евро, куда больше оснований для возобновления коррекционного движения. И сейчас уже нашей целью, конечно же, является возвращение примерно 1.10. Напомню, что среднесрочной целью является уже уровень 1.08, а долгосрочный 1.05. И с точки зрения фундаментального фона пока нет оснований отказываться от подобных амбициозных идей. Напомню, что завтра еще индекс потребительских цен. Если мы снова увидим, что этот показатель тяготеет к отрицательным значениям, значит у нас будет еще больше оснований для того, чтобы по-прежнему, а может быть даже с еще большим азартом делать ставку на снижение европейской валюты. Еще пару слов хотел сказать про британца. Откройте, пожалуйста, графики. Видим то, что сейчас актуальная котировка 1.5620. Напомню, что вчера мы прогнозировали влияние данных по рынку труда на британца. В целом, если вы смотрели за статистикой, данные плохие, как по росту числа рабочих мест и самое главное плохие по росту заработных плат. Показатель снизился до 2.4 против прошлого 3.2. Поэтому, если снижаются заработные платы, значит снижаются инфляционные ожидания, создают еще больше риски для откладывания на более поздний срок достижения целевого показателя по инфляции и, соответственно, решения по повышению процентной ставки. Это среднесрочный и долгосрочный фактор давления на британскую валюту. Поэтому мы ожидаем снижение этого актива ниже уровня 55. Что касается вчерашней реакции, почему фунт подрос на фоне слабых данных по рынку труда, это все-таки связано опять же с ростом европейской валюты, потому что, как правило, на фоне повышенного интереса к рисковым инструментам, точнее улучшения настроений, что очевидно через динамику европейской валюты фунт не отстает и старается демонстрировать высокую степень корреляции. Но и потом все-таки ослаб американский доллар. И поскольку мы все-таки делаем ставку на возобновление роста, разумеется, делаем ставку и на возобновление коррекции тех активов, которые я сейчас назвал. Что касается кодового слова на сегодня, это розница. Еще раз напомню, что величина бонуса 7% это бонус на пополнение плюс к тем акциям, которые действуют в рамках нашей компании. Бонусы действительно до следующего брифинга. Вопросы есть? Поскольку нет вопросов, большое спасибо за внимание. Ждем комментариев на нашем официальном канале о маркетинге на YouTube. Оставляйте их под видео окном. Всего доброго. До свидания. Субтитры создавал DimaTorzok